Ребята, всем привет! Это будет первый выпуск в 21 году моей рубрики «Тема». Я надеюсь, что вы её ждали, надеюсь, что вы соскучились. Я думаю, что нужно ещё раз рассказать, что это вообще за рубрика, что происходит. Коротко постараюсь. У меня есть почта, которая указана на экране и в описании к этому видео, куда мои подписчики, зрители присылают свои какие-то истории. Ну, наверное, всё-таки это больше грустные истории, чем, типа, они мне рассказывают о том, как классно они отдохнули на море. И в этих выпусках «Темы» я читаю 3-4-5 историй и как-то их комментирую, возможно, не знаю, делюсь своим каким-то опытом, рассказываю какие-то свои истории, было ли у меня что-то такое, что рассказывали они. Ну и, понятное дело, всегда я говорю о том, что я не психолог, не профессионал, не психотерапевт. Вы просто можете послушать моё мнение, послушать какие-то мои истории. Это просто как поболтать с подружкой. Ничего такого. Не хочу, чтобы какие-то мои, возможно, советы или моё мнение как-то повлияло на вашу жизнь, в том плане, что, ну, там, вдруг вы это сделаете, а вам это решение не подойдёт. Такой совет и будет только хуже. Поэтому можете прислушаться к моему мнению, но делайте так, как считаете только вы и так, как ваше сердце вам говорит. Вот, и, конечно, я бы хотела вас, кто смотрит это видео, попросить, чтобы вы комментировали каждую историю под этим видео, чтобы вы делились какими-то советами тоже, потому что я уверена, ребята, чьи истории я буду читать, конечно, они все анонимные будут для вас. Я-то знаю, кто их написал, но имён не произношу. Комментируйте, пожалуйста, тоже эти истории, возможно, человек, который написал эту историю, захочет спуститься в комментарии, посмотреть, что думают люди, и, возможно, для него это тоже сыграет какую-то роль. Надеюсь, что хорошую, положительную роль, потому что бывает, что, наоборот, комментарии делают только хуже. Я знаю об этом не понаслышке. Так что, поехали! Первая история. Хочу поделиться своей историей и услышать каких-либо советов. Сама уже не понимаю, что мне делать. У меня есть молодой человек, мы начали с ним отношения после того, как он вышел из тяжёлых отношений, от которых бежал почти год. Всё было отлично, первые 5-6 месяцев, а потом начался ад. Он начал сравнивать меня с той самой бывшей девушкой, говорил, что я должна поменяться под неё, или мы расстанемся. Когда я начинала наезжать на этот счёт на него, говорил, что просто неправильно его поняла. Периодически я слышала от него слова, если убрать из моей бывшей некоторые минусы, я бы сейчас с ней дальше встречался. На это он отвечал, что не видит в этом ничего такого, и так сказал бы любой человек. Потом пошли проблемы с интимной жизнью. Он начал говорить, что ему не нравится моё лицо во время этого. То есть оно не как у его бывшей девушки. Я начала меняться, и всё вроде наладилось. Но совсем недавно наш общий друг начал поднимать тему, что я врала своему молодому человеку, что я девственница. Просто по каким-то слухам от знакомых. К слову, я была действительно девственницей. До этого у меня были также тяжёлые отношения, в которых меня пытались изнасиловать, так как я не хотела на тот момент начинать интимную связь. А бывший молодой человек не мог просто ждать. Я рассказала обо всём, об этом своему молодому человеку. Он вроде успокоился, сказал, что верит, извинился. Но прошло пару дней, у нас началась ссора, в которой он начал говорить, что я вружка, только в грубой форме. Сказал, что никогда в жизни не поверит, что у меня ничего не было. И опять привозил в пример свою бывшую. Что она молодец, она была девственницей и так далее. После извинился и говорил, что не хотел меня задеть этими словами, и это было просто на эмоциях. Но ещё плюс ко всему этому, недавно в его телефоне я нашла скрытый альбом, в котором были фотки его бывшей и их совместные, интимного характера. Про этот альбом он сказал, что это просто на всякий случай наехал, почему я вообще лезу в его телефон и трогаю его. Не знаю, что мне делать, я действительно очень его люблю и не могу просто отпустить. Но иногда всё это на меня уже просто очень давит. Идёт уже второй год наших отношений, он говорит, как сильно меня любит. Но всё это, к слову про девственность, не верит он мне потому, что у меня не было крови. От многих слышала, что нормально, и значит просто всё сделали правильно, и крови быть не должно. Но он сомневается, так как у его бывших была кровь. Мне некому выговориться и нет кого услышать совет. Надеюсь на твою помощь. Блин, я просто в шоке, если честно. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с самого первого. Парень вышел из очень тяжёлых отношений, и типа целый год пытался из них выйти. И я знаете, что вам могу сказать? Вот на самом деле у меня есть тоже такая фигня в моей жизни. Реально моя история. Когда я рассталась с бывшим парнем, я сразу же начала встречаться со Славой. Ну, мне было офигенно на тот момент. Просто я была очень счастлива, потому что я не сидела дома одна, не страдала. То, что я рассталась с парнем, у меня наоборот всё было на мази. И как бы жёстко это ни звучало, конечно, в какой-то мере я чувствую себя какой-то там сучкой. То, что типа, блин, я только рассталась с одним, уже с другим. То есть, мне кажется, даже дня не прошло. Ужас. Ужас для всех окружающих, наверное. Но для меня это была просто благодать. Потому что реально я ни секунды не грустила. Потому что у меня уже была новая любовь. Хочу сказать, что с одной стороны это клёво, потому что ты реально сразу переключаешься. А с другой стороны, то есть, можно сказать, что у меня не закончились прошлые отношения. Я их не пережила. Ну, как-то сказать, не прошёл какой-то период, когда я должна побыть одна, как-то всё обдумать, переболеть. Ну, я не знаю, как это объяснить. Переосмыслить какой-то момент. У меня не было времени. И, наверное, из-за этого в течение где-то полутора лет у меня всё равно возникали какие-то мысли. То, что, типа, блин, так жёстко я рассталась, начала встречаться. Но я думаю, что сначала нужно выйти из отношений, побыть одному какое-то время. И только потом уже нырять в новые отношения, скажем так. Потому что, пока ты не освободился, ну, как это сказать, очиститься нужно. Ну, очиститься странно звучит. Освободиться, опустошиться, я не знаю, чтобы принять нового человека в своё сердце. А так, когда ты расстаёшься, у тебя ещё не до конца, скажем так, твой бывший вышел из сердца. Даже если у вас всё уже, как бы, ты уже понимаешь, что ты его не любишь, всё равно нужно освободиться. И я думаю, что вот это, кстати, очень такой важный момент, девочки. И я вот, как бы, не могу сказать, что это была ошибка, потому что мне было кайф, я не грустила. Но я не думаю, что такая ситуация может повториться в моей жизни, если вдруг мы со Славой расстанемся. Я думала об этом, что я не буду нырять в новые отношения. Я недавно осознала, что я ни разу не жила одна. Не было даже полгода, чтобы я жила одна. И меня это немножко гложет, если честно. Типа, я даже не знаю, каково это. Я думаю, что у меня есть какой-то страх жить одной. У меня есть вообще страх одиночества. Это я тоже прорабатываю аффирмациями, кстати говоря. Кто смотрит мои влоги, то вы в курсе. На данный момент понимаю, что я 7 лет нахожусь в отношениях. Я не помню себя вообще без парня, чтобы я просто была одна. Просто одна. Не то, чтобы я об этом мечтаю. Вы знаете, что вообще-то я семью хочу. Первые 5-6 месяцев всегда, мне кажется, всё отлично. Первые полгода они всегда просто бомбически. Потом уже начинается какая-то движуха, притирки. Ты друг друга, ну, начинаете узнавать. Начинаются всякие моменты. Но самая дичь, это вот то, что девочка пишет дальше. То, что он начал сравнивать, типа, меня с бывшей. Из-за того, что у меня не было отдыха, когда я жила одна, и я из одних отношений вышла сразу, пошла в другие, у меня тоже было такое, что я сравнивала. То есть тоже, ну, не знаю, года два, наверное, у меня постоянно были вот такие мысли. Не то, что постоянно, типа, фу, там это то, это не так. А наоборот, типа, Слава как-то отреагировала. Я такая, вау, нифига, какая у него крутая реакция. Типа, у моего бывшего была бы другая реакция на это. И на самом деле это неправильно, потому что все люди разные, и сравнивать это максимально тупо. Хотя ты всё равно сравниваешь, как ни крути. Сравниваешь, но есть такие вещи, которые тупо сравнивать. Короче, сравнивал с бывшей девушкой, и что она должна меняться под неё, или мы расстанемся. Если честно, если бы мне парень такое сказал, ещё такой момент, что меня восхищает в Славе, он никогда не говорит про своих бывших девушек. Даже иногда бывает такое, что я у него могу что-то спросить, а вот у тебя бывшая девушка так делала? Это не то, что я, типа, говорю, какая я классная, а она так делала? Нет. А что-то в духе, типа, а у тебя было такое, что там какая-нибудь твоя бывшая вот так вот поступила, или вот так вот сделала? Он такой, типа, да я не знаю, да я не помню. Ну, такой, короче, он никогда вообще не рассказывает, и на самом деле, ну, мне это очень нравится в нём, и при этом меня это очень сильно в нём бесит, потому что я люблю послушать сплетню, а он мне не рассказывает. И, конечно, ну, девчонки, наверное, ну, и некоторые парни меня поймут, что всегда интересно, а чё у него там было, а чё было. Он не рассказывает никогда, и это крутое качество. Это значит, что, если, например, даже мы со Славой расстанемся, он никогда никому не будет ходить там и рассказывать, какая я была. Если бы мой парень начал мне говорить, типа, блин, меня так бесит, что, ну, вот ты такая, ну, типа, у меня бывшая, она другая была. Я бы его сразу послала и сказала, типа, так чё ты с ней расстался тогда? Что за дичь? Если убрать из моей бывшей некоторые минусы, я бы сейчас с ней дальше встречался. Я не знаю, девушка не написала, сколько им лет, ну, хотя, по сути, какая разница, да, сколько лет, но для меня всегда вот такие приколы, это вообще какое-то... Что? Что за маразм вообще? Ему не нравится моё лицо во время этого, то есть оно не как у его бывшей девушки. Какой-то маньяк, он чё хочет? Это на самом деле жутко, меня даже больше всего бесит в этой ситуации, что девушка начала меняться по его просьбам, по его... Вот его вот эти вот какие-то вещи, я не знаю, ещё бы пошла, сделала себе какую-то операцию пластическую, чтобы быть на неё похожей, но это какая-то дичь. Если честно, это вообще очень-очень странные отношения, я не хочу, конечно, никого обижать, но это же ужас. Я не представляю себе, это для меня просто, ну, это... это просто невозможно. Я бы ни секунды не думала, даже если бы я любила парня, я бы ни секунды не думала, если бы он меня как-то оскорблял или сравнивал постоянно с бывшей, но для меня это вообще, типа, ты гонишь, ты, блядь, чё вообще гонишь? Ну и потом то, что какие-то слухи пошли, что, типа, она не девственница, и он такой в это поверил, ещё что-то. Когда мы начали встречаться со Славой, я не знаю, кто там ему писал, может, какие-то друзьяшки моего бывшего, я даже не знаю, наверняка. Кто-то писал, что, типа, я вообще номер один на нашем районе, для меня это было так смешно. Это просто, ну, в такой момент ты понимаешь то, что, ну, ниже пасть человек не мог просто. Поражают такие люди. Если ты встречаешься с человеком, и как ты его оскорбляешь, унижаешь, говоришь про него гадости, не знаю, просто постоянно пытаешься понизить его самооценку, то это, наверное, просто у человека всё очень плохо в жизни, это значит, что просто он сам лох. Понятное дело, конечно же, что Слава вообще в это не поверила, потому что просто звучит смешно. Ну, типа, просто я, ну, это просто смешно. Если бы я была номер один на районе, то, ну, об этом бы все знали, об этом бы все говорили, уже какие-нибудь фотки, чё-нибудь бы сливали. Потому что, извините меня, особенно на тот момент, это сколько мне было, ну, ближе к 19, когда мы со Славой начали встречаться. И я, как бы, ну, популярная блогерша, как ни крути, и всё равно, я из приличной семьи, для меня вообще, ну, как бы, я вообще даже не представляю себе возможным заниматься с *** с человеком, которому я не испытываю чувства. Я вообще не представляю, как это может быть. Для меня это просто, ну, я не знаю, как изнасилование какое-то. Меня поражает, что парень уверен так в этих вот вещах, что, типа, если убрать из моей бывшей некоторые минусы, я бы и сейчас дальше с ней встречался. И что, типа, это нормально, так бы любой человек сказал. Это ненормально. Ты не можешь убрать из человека то, что тебе не нравится. Человек такой родился, человек с таким характером, у человека такие привычки и так далее и тому подобное. Как ты это можешь убрать? Ты чё, ***, волшебник какой-то? Ну, это ненормально. Что дальше? Это вообще просто дичь. То, что потом она нашла в его телефоне скрытый альбом, в котором были фотки его бывшей и их совместный интимного характера. И он сказал, что это на всякий случай. Я понимаю, что это не смешно, но эта ситуация у меня просто... У меня аж мурашки. На какой всякий случай? Я не знаю, я понимаю, что нельзя судить, ну, как бы, людей по себе, я понимаю. Но уважать же себя человек может, правильно? Короче, мой совет. Расстанься нахрен. Понимаете, говорить люблю может кто угодно. То есть, нассать в уши я тоже могу. Нассать в уши любой может. То есть, ну, как бы, отношения, поступки. Если к тебе человек относится плохо, если он тебя оскорбляет, унижает... Я не знаю, вот всё, что сейчас в этой истории было, и если бы мне хоть одно что-то из этого в жизни встретилось, если бы... Ну, я не знаю. Просто даже элементарно, если бы мой парень начал меня сравнивать с бывшей. Единственное, где я приемлю сравнение с бывшей, и то, типа, нахрена это делать, но единственное, где я приемлю, это, типа, блин, ты у меня такая крутая! Бывшая у меня вообще не такая была. Ну, короче, это, наверное, единственное, что мои уши пропустят. Такие, ну, ок. Короче, я считаю, что нужно расставаться с этим парнем, и дальше только хуже, короче, вот, что я хотела сказать. И вы, ребят, тоже напишите, что вы думаете про эту историю. Это у нас была история номер один. Можете её так обозначить себе тоже, чтобы было понятно. Мне кажется, что, ну, как бы, дальше нет смысла. Ну, типа, вряд ли человек изменится. Ну, нет. Ну, нет. Если у него есть альбом с фотками бывшей, на которые он, наверное, иногда заходит, посматривает, там, я не знаю, себе может, ну, кто его знает. Ну, мне это было бы омерзительно, мне было бы это неприятно. Кстати, дальше у нас тоже будет такая история странная, с одной стороны, с другой стороны, вроде, почему бы и нет. Юлечка, привет! Умоляю, помоги мне, пожалуйста. Мне некому больше высказаться, никто мне не поможет в такой ситуации. Я не могу дальше жить с этой проблемой, с этими мыслями. Уже к психологу хочу пойти, мне так плохо. Встречаемся с парнем полгода. Недавно мне признался, что в начале отношений мог смотреть видео для взрослых. Это было не более пяти раз. Потом понял, что ему это не надо, так как он в отношениях со мной. Ему стало неприятно, и он перестал. Но потом у нас начались разговоры про его прошлое, что он это делал давно, его окружение на это плохо влияло, и он это делал с подросткового возраста. Мне так от этого неприятно. У меня такие ужасные мысли от этого, что он видел это, смотрел. Столько было разговоров с ним об этом. У него там даже какая-то актриса любимая, как он сказал, якобы самая нормальная из всех. Меня сжирают эти мысли, я не могу с ним спокойно продолжать встречаться. Там было столько подробностей всяких, я у него все спрашивала, чтобы успокоиться. Он рассказывал. Мне просто безумно неприятно, что он мог смотреть на лесбиянок, извини, что так откровенно. Просто для меня это безумно обидно и мерзко. Я не могу никому об этом сказать, как тебе и ему. Но ему я уже не могу ничего говорить. Я просто не могу отпустить эту ситуацию. У нас все с ним замечательно. Только эта ситуация меня рушит уже третий месяц и не отпускает. Я ночами лежу и плачу. Не знаю, как это забыть и отпустить. Умоляю, помоги мне советом. Что мне делать? Как забыть? Ничего не помогает. Я хочу жить счастливо с ним. Шок! Просто по всем статьям. Я не вижу ничего криминального в том, что парень может посмотреть порно. В принципе, и девушка, если захочет. Я видала. Но мне это, честно говоря, не интересно. Мне больше нравится посмотреть мужское или женское. Мужское или женское. Или реакции Кузьбы с Юликом или Хованского на какие-нибудь обзоры беременных в 16. Короче, это мне интереснее, чем порно. Это не потому, что я какая-то фрегина. Просто меня это не заводит, если честно, смотреть на других людей, которые занимаются ***. Но мальчикам это вроде нравится. Короче, конечно, мне жалко девочку, но на самом деле я думаю, что дофига парней смотрит видео для взрослых. Ну, например, для меня, если парень смотрит порно, для меня это не измена. Просто я это не приемлю так, что типа я домой прихожу с работы, он лежит, смотрит порнушку и на всю квартиру эти звуки. Ну, конечно, нет. То есть я думаю, что если этот парень хочет делать, то он должен делать это так, чтобы я об этом вообще не знала, не догадывалась и просто даже думать об этом не думала. Что типа, интересно, он смотрит или нет. Чтобы для меня это вообще было неинтересной темой для разговора. Грубо говоря, я спрошу у Славы, ты когда-нибудь смотрел порно? Он мне такой, да-да, конечно. Типа, ну, я тоже смотрела, но не специально. Ну как, заставили меня. У всех же своя фантазия. Кто-то помешан на с***, кто-то помешан там на каких-то бедюхах. Ну, кого-то, не знаю, кому-то больше нравится смотреть, как кто-то занимается с***, чем заниматься самому этим. Ну, все люди разные. Мне кажется, что плакать из-за этого по ночам это как-то странно. Единственное, что меня напрягает, что он сказал, что у него даже есть любимая актриса. Мне кажется, что парень какой-то б***ь дурачок. Маленький, ты зачем вообще такие вещи рассказываешь? Если человеку это нравится и хочется этого смотреть, почему он должен это не смотреть? Ну, это странно. Просто я считаю, что трепаться об этом не надо, вот и все. Ну, я не знаю, если для тебя это сильная травма, то сходи к психологу, почему бы и нет? Почему не сходить? Сходи к психологу, но... Ну, как бы я не вижу в этом ничего такого. Если у вас в отношениях все хорошо, и в интимной жизни вашей все хорошо, то в чем проблема тогда? Я что могу сказать? Я думаю, что и изменяют дофига мужиков. Просто это же тоже нужно уметь делать. Нужно это сделать так, чтобы об этом никогда никто не узнал. Я это не поддерживаю, не приемлю, но если ты вдруг задумал шалость, да, скажем так, то ты сделай это хотя бы профессионально. Ну, типа, не надо об этом трепаться. Просто какой-то странный парень, типа, блин, ты знаешь, вот меня так возбудили эти лесбиянки, а вообще там у меня есть любимая актриса, и я прям вот, блядь, когда смотрю, думаю, блядь, ты больной, зачем ты это рассказываешь? Очень часто мы сами себе усложняем жизнь. Да, представить этого чувака, который смотрит такие видосы, он один раз рассказал своей девушке об этом, что я смотрел, а с другой стороны, зачем? Вообще, с чего бы начинать об этом говорить? Ладно, окей, она спросила, ты когда-нибудь смотрела? Он такой, ну да, смотрела в детстве, раз пять, наверное, не больше смотрела, ну пять, не больше, клянусь. Ну ладно, все. Она такая, типа, офигеть, ну ладно, это, наверное, из-за плохого окружения. Типа, ты можешь жить в элитном обществе с хорошим окружением, но при этом смотреть порнуху по ночам, и что такого? Странное какое-то сравнение, типа, что плохое окружение, у него что там, клуб, типа, знаете, как не книжный клуб, а порно-клуб, и все туда приходят, смотрят порнуху, типа, окружение на меня плохо влияет. Ну ладно, я, конечно, угораю, я, конечно, жестко, наверное, просто пересмотрела Юлика с Кузьмой, они так жестко иногда реагируют, и мне это нравится, то, что они, типа, говорят так, как считают. Я не хочу никого оскорбить, я хочу, чтобы, ну, все правильно меня поняли, просто есть такие вещи, на которые я так реагирую, потому что я не понимаю, ну, как, как, что в этом такого, что, ну, я не знаю. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что для всех, ну, разные ситуации, это разные, там, ну, проблемы. Короче, надо идти к психологу, потому что для меня, ну, типа, если тебя сильно как-то задевает эта тема, да, ну, напрягает, то, наверное, это что-то не знаю. Скажем так, как я могу определить, что, типа, странно, что не странно? Если большинство людей говорит, что это не странно, то мне кажется, что это не странно, раз, типа, для всех остальных это не странно. Если все говорят, что это очень странно, из-за этого плакать, то, наверное, ну, реально можно обратиться к психологу. Ну, мне так кажется, потому что, ну, я не знаю, короче, напишите, что вы думаете, может быть, я одна такая, которая, типа, за порнуху, типа, ничего такого там нет. Ну, а что? Да, неприятно. Ну, просто парень какой-то, видимо, ну, не мислить правильно. Поменьше надо трепать языком. Вот, что я хотела сказать. Этой истории. Конечно же, напишите, что вы думаете по поводу этой истории. Смотрите ли вы видео для взрослых, как относится к этому ваша вторая половинка, или смотрит там ваш парень, муж, видео для взрослых, как вы на это смотрите. Ну, и вообще, напишите, как вы думаете, ну, обиделись ли вы бы на парня, да, если бы он смотрел. Привет, Юль, надеюсь, поможешь своим советом. Один и три года назад начали встречаться с парнем. Мне тогда было 18, ему 24. Два месяца лета мы общались, гуляли почти каждый день, и я очень сильно в него влюбилась. Потом, через пару месяцев, оказалось, что ему нужно ехать в другой город на год, заканчивать учебу, так как он ушел в армию, не успел закончить. Было сложно расставаться, но пришлось. Он собственник до мозга костей и очень часто поднимал тему верности. А я была очень доверчива и думала, что у него в том городе никого нет, и он ни с кем не общается из женского пола. У него такое мышление, что девочка до 18 лет должна быть девственницей и не целоваться ни с кем, иначе клеймо ш**а. А до 18 у меня были отношения, и по сути, я попала в список ш**а. Но он продолжал со мной встречаться. Для меня весь этот год был настоящим. Как впоследствии оказалось, только для меня. Лично от него я узнала о измене. Октябрь. Признался только в мае. Мне было очень больно. Потом так получилось, что мы сошлись и очень много трогали эту тему. Узнала еще много нового о том, с какими девочками он там общался, и как долго. Летом он вернулся обратно. Мы были вместе почти каждый день, и каждый день был отравлен с его стороны, какая я ш... И так далее, и тому подобное. Была еще одна неприятная ситуация, которую он допустил, но я и это приняла. Месяца полтора назад я узнала, что он мне не изменял, а просто хотел перестать общаться, и не знал, как это сделать. Потому что он, как выразился, я конченый, и я портил жизни. У него была бывшая девушка, с которой они были пять лет, и он так же, как и меня, ее травил и не мог смириться. Сейчас мы вроде вместе, но меня терзают сомнения. Может, сможешь посоветовать, как поступить в такой ситуации, как набраться сил разорвать эти отношения. Это сложно, потому что с моей стороны все было по-настоящему, а в своих чувствах он признался только после того, как сказал об измене. Не знаю, что делать. Мне, конечно, как человеку со стороны... Ну, так всегда, наверное, тебе кажется то, что чужие проблемы это... В чем проблема? В чем расстаться? В чем сложность? Расстаться с человеком, который, блин, тебя гнобит, говорит, что изменяет тебе, просто потому что хочет как-то с тобой порвать, чтобы ты сама от него ушла, и говорит, что изменял, например. Конечно, мне со своей колокольни легко сказать то, что, типа, блин, ну это же дичь, просто расстанься и все, это же дичь, это же явная дичь, ты же понимаешь то, что это ни к чему хорошему не приведет. Самое тупое, что реально бывают ситуации, когда ты видишь то, что это не твой человек, тебе с ним хорошо, но ты понимаешь то, что вот, ну как бы не получится. Ну вот есть причины, почему там не получится, но ты не расстаешься. Вопрос почему? Ну потому что ты боишься, вот и все, потому что у тебя есть страх. Хотя, казалось бы, чего бояться? Да, у меня тоже на самом деле, я помню, мне было очень сложно расстаться со своим парнем бывшим, я не могла с ним расстаться, то есть у нас в последний год отношений, ну, были ужасные отношения, мы постоянно ругались, я постоянно была говном каким-то, то есть он своим отношением ко мне сделал из меня вот такой вот амебу просто. Я это чувствовала, я понимала, что моя жизнь просто дно, я просто не хочу просыпаться в этот мир, да, я это так ощущала, но при этом я не могла расстаться. Все потому что мне страшно было, я думала, а как, я чё, я буду одна? На самом деле нет ничего хуже вот этого вот тупого страха одиночества. Я не знаю, очень какая-то неприятная ситуация, и вот это вот, типа, если ты не девственница, то ты ш***. Ну, может он тупой. Не, ну я не хочу оскорблять, конечно, но получается, что оскорбляю. Он меня выбесил. Неуверенные в себе, обиженные в жизни мальчики, у меня просто... такая дрянь. Не, ну есть же нормальные мужики, да, уверенные в себе, которые говорят, ты просто чудесная, ты просто вот женщина мечты, я хочу тебя носить на руках, я всё для тебя делаю, сделаю, и вообще, блин, приезжай там, уходь во сколько хочешь. Ну, это типа, знаете, у меня просто тут тоже есть одна история, но, наверное, это уже на другой выпуск. Там парень, ну, очень сильно контролирует девушку, и она там описывает тоже одну историю, ситуацию, что, ну, как бы он такой, типа, ты охренела, ты не в 9.30 дома. И мне кажется, что это просто дебилизм. Я об этом уже столько раз говорила. Когда парень тебе запрещает или говорит, во сколько ты должна быть дома, для меня это не выглядит, как, типа, он так обо мне заботится, он так хочет, чтобы я пришла домой не поздно, и чтобы меня не зарезал маньяк по дороге до дома. Если ты нормальный мужик, какого чёрта ты ограничиваешь своего любимого человека, и вообще человека ограничиваешь в том, во сколько он там должен прийти домой, сколько он может сидеть в кафе с друзьями, сколько не может. Ну, значит, у него какие-то проблемы. Ну, короче, ладно, мы не про этого парня, да? Вот эта ситуация тоже меня, конечно, поражает, зачем? Зачем? Не знаю, мне, наверное, просто уже даже сказать нечего на эту историю, потому что у меня просто сразу, как всегда, вопрос, типа, ну а зачем тогда эти отношения? И я тоже не понимаю, типа, зачем он сказал, что он изменял, для того, чтобы, на самом деле, он просто хотел перестать общаться, но не знал, как это сделать. Но при этом, когда он сказал о том, что он изменил, он рассказал о своих чувствах. Ну, короче, вообще какая-то непонятная, если честно, фигня. В общем, да, ребят, у меня уже просто закончился поток мыслей, потому что, мне кажется, я уже столько, столько говорю, поэтому, пожалуйста, напишите, что вы думаете по поводу этой ситуации, это третья история. Мне будет тоже интересно почитать. Я вообще всегда все комментарии читаю, и особенно, ну, как бы, люблю почитать ваши комментарии к таким выпускам, к этой рубрике «Тема», потому что и сама иногда бывает что-то новое узнаю, конечно же, на самом деле. Вот, например, я не знала, что бывает первый раз без крови, да? Ну, короче, надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что я никого не обидела. Если кого-то обидела, то, пожалуйста, простите. Возможно, я где-то как-то выразилась жестко, возможно, там еще что-то, но просто это у меня вызвало такую эмоцию, и некоторые вещи, ну, я не могу просто спокойно сидеть и говорить, типа, ну, блин, жалко тебя, конечно, держись. Ну, не знаю, что тебе посоветовать. Ну, наверное, ну, вот ты сама что хочешь? Расстаться? Ну, вот я тебе советую расстаться. Ну, типа, я не могу же так сказать. Я говорю сразу, шли его. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, надеюсь, что у вас все круто, что у вас нет никаких проблем в отношениях, а если вдруг у вас что-то есть, и вы хотите рассказать свою какую-то историю, чтобы, возможно, этой истории помочь кому-то из других людей, да? Если я возьму эту историю в эту рубрику, и она кому-то поможет, то я думаю, что это было бы неплохо. Поэтому пишите на почту свои истории. Если, тем более, если у вас есть какая-то прям дичь история, что прям вообще офигеть, то тоже пишите, потому что я много историй прочитала, но чувствую, что еще не все я прочитала, не всю дичь, потому что в основном я беру... Конечно, все истории в целом между собой немножко похожи, потому что этот запрещает, этот изменяет, этот обижает. Ну, да. Но когда-нибудь мы достучимся до милых дам, что если тебя оскорбляют, унижают, говорят, что изменяют, то как бы можно расстаться с человеком. Поэтому давайте продолжать наше доброе дело. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока!